а этот ролик выполнен при поддержке компании 1xbet высокий профессионализм сотрудников разные дисциплины быстрая и качественная работа все это компания 1xbet так ребята всем привет сегодня у нас новое видео я за нахожусь за рулем мана тга если кто-то смотрел евгения нашего дальнобойщика то он работает временно сейчас на этом мане пока я сегодня у его нет я его заменяю попросила на меня съездить тут на склад выгрузится и обратно и вот сейчас я приехал меня выгрузили и сейчас мы поедем обратно на стоянку на нем и я вам немножечко свои эмоции про него расскажу так что присаживайтесь поудобнее и я начинаю и так господа все начинаем движение автомобиль ман тга 26 410 26 это у нас грузоподъемность идет 4 модельный ряд 410 это идет вовсе единые силы 400 409 у него по техпаспорту лошадиных сил коробка здесь автомат ну как она называется и наверное скорее всего робота аэстроник ее как-то по-моему называть быть точным я точно вам сейчас не скажу вот она уже сама переключает я ничего не делаю мне на мне принципе нравится как она это делает она делает это аккуратно без лишних рывков и я как доволен принципе работает коробки единственное нее нет черепашки у нее нету такого момента чтобы когда машина назад у нас кати не откатывалась этого тоже у нее не хватает сейчас выезжаю с булатников это у нас западная берлёва терминал булатникова выезжаем на мкат едем на юльные ворота буду рассказывать вам дальше итак выехали теперь спокойно ехать вот так вот он неплохо у нас буксует чем давайте плюсы я скажу свои минусы этого мана тем что плюс и он на автомате мне нравится ездить да на автомате плюсы у него кабина на пневмоподвеске плюсы у него есть лентяй там с лентяем минусы этой машины что во первых она уже до как бы староватая 2003 год потом у нее слишком много косяков так как она непонятно в каких руках вообще было очень у нее много всего что надо чинить куплено потому что она была людьми очень быстро не нас не осмотрено как следует по двигателю не то ли нюансов хватает но в принципе двигатель работает нормально я бы сказал далее по приборной панели также как моем мани f90 она мне нравится эта приборная панель единственное не работает не работает в этой панели бортовой компьютер что принципе это очень плохо для этой машины так как ты не знаешь какой у нее расход ты не сможешь прочитать нормально всю информацию по этой машине даже элементарно масло проверить ты не можешь и поэтому в этом плане мне эта машина не нравится вот видите как она хорошо у нас буксует ну думает она да при переключении есть у нее такое но разгоняется динамика довольно таки хорошо кабина мне нравится у нее низкий пол это получается ступенька очень низкая шахта тоннель очень низенький потом она широкая эта кабина и она еще в длину такая длинноватая как бы да в этом плане эта кабина очень уютная в этой машине этом это тоже хороших плюс управляемость ее конечно не на пятерочку но на наверно на троечку три с плюсом я бы едал управляемость поэтому неплохая машина тем более за свои деньги солярки я думаю она потребляет где-то наверное так литров сать или 35 даже под нагрузкой как бы особо мы ее ну не тестили потому что по горам и на ней не ездили так и удобно и сюда сидение с подлокотником это тоже хорошо зеркала вот обратите внимание да как бы но нормальные такие зеркала в принципе в них нормально все видно потом руль тоже он очень удобный вот эти я могу сейчас включить свет вот так вот руль он как бы удобный выпуклый все вот эти вот места под рулевые переключатели мне вообще нравится в ней так интересно мы конечно сегодня по мкаду едем ехать то на самом деле это недалеко что что еще такого прям из плюсов у нее ну я не знаю это был тут конечно когда-то кондиционер сейчас его уже давно нет это тоже минус летом когда сильно жарко можно в принципе это все дело восстановить я думаю но это будет слишком дорого и поэтому хозяева вряд ли будет заморачиваться об этом еще здесь как бы оптика по замене ламп в принципе это все наверное тоже как бы удобно я думаю фары потому что чуть приподнял кабину где-то и поменял меняли мы на нем оптику вернее не саму оптику а лампочки так чувствуется вибрация вибрация есть это скорее всего задних колес либо колес на прицепе потому что когда он и груженный и пустой все равно он вибрирует но никто конечно же здесь не делал никакую балансировку колесам поэтому мы вообще об этом говорить не можем именно этой машины а так по сути мне кажется если сделать хорошую балансировку поставить все ровные резины то будет все отлично про переднюю резину я вообще молчу здесь одна рулевая одна стоит задняя ведущая лысая лысые оба причем поэтому я здесь вообще не ручаюсь что-то говорить так омывайка омывайка омывайки нет омывайки это очень печально а что-то 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 происходит пытается пытается но маловато в общем ребята не знаю я бы себе наверное сказать купил бы такую машину или нет наверное бы да купил но но наверное я поискал конечно бы получше машинку в состоянии это уж совсем плачевное состояние но смотря опять за какие-то это деньги по поводу устроился бы я на нее водителем работать хотя наверное если ну у меня есть своя машина то нет да вот как у нас Евгений работает да маза забросил говорит пока поработаю временно на этом мане мол и машина нормальная и ездить далеко не надо ну я тут с этим немножко не согласен а по другому по другой причине да кто еще по этому ману ну не знаю по горам конечно никто на нем не ездил а так тянет он в принципе прилично что еще основного в принципе автономку я отмечу что в манах да хорошо если в штатном режиме устроена автономка то дует она довольно таки неплохо она греет полностью тоннель над шахтой и получается в ноги пассажиру и водителю это плюс когда ты едешь куда-то да допустим там да вообще зимой ты сел в машину а у тебя уже теплые получается теплый тоннель ты можешь ногами вставать и в ноги тебе всегда греет ты можешь смело ездить в тапочках не заморачиваясь ну колбасит его ребята колбасит причем так я бы сказал ну нехило не знаю но очень надо много наверное средств для всего этого восстановления этого автомобиля но мой автомобиль меня как бы тоже радует не оставляет думать о нем лучшего всего 10 про коробку я не сказал это 12 ступенчатая ТПП ЗФ не буду говорить по моему аэстроник по моему нет поэтому переключается она мне как я и говорил нормально единственное минус да что когда мы стоим на подъемке она катится назад на передаче и если не оставил на нейтрале эту коробку если оставил на нейтрале в нейтральном положении коробку вот здесь вот пишется это хорошо а если оставил на передаче когда остановился и допустим тебя выгрузили воздух вышел и ты такой пытаешься запуститься она на передаче что она смело поедет и ну вообще в лучшем состоянии она не запустит двигатель и ты короче будешь очень долго мучиться надо будет подавать туда воздух запускать ее как-то потом в общем это геморрой поэтому тут новичкам я думаю надо прямо на руле вот или где-то писать что надо всегда в N положении ну и до позапарки можно оставить забыть и оставить ее на передаче блин вообще вообще нету амулайки ну ладно хорошо что ехать нам совсем недалеко да здесь есть круиз рабочий причем здесь есть у нас горный тормоз и моторный тормоз в принципе все работает и в принципе работает все неплохо а так вообще по остальным по удобству по сидению эта машина такая же хорошая комплектация у нее более-менее не такая нищебродская поэтому я бы сказал нормальная нормальная сейчас приедем к моему манчику посмотрим на них на двух хотя темно наверное будет не видно но вы уже видели этого мана и моего как они вместе смотрятся конечно если их еще намыть по красоте вообще все ну все ребята на этом наверное пока что мой обзор заканчивается этого автомобиля кому если интересно мановцы да мановичи напишите в комментариях что вам интересно а я уже полазию по этой машинке так как я нахожусь к ней пока что близко и я вам спокойно поснимаю и об этом всем расскажу так что всем спасибо за просмотр за это короткое такое видео парковался я задом нормально ничего в этом такого нету я бы сказал что намного легче чем на паровозике ребят с полуприцепом намного легче чем на паровозике поэтому если кто-то выбирает между фурой и паровозиком то если кто-то не хочет заморачиваться берите конечно фуру паровозик намного тяжелее в управлении задом ну на этом все смотрите подписывайтесь всем до встречи всем пока вот так вот так вот я запарковался рядом с мальчиком вот так вот нас стоим отдыхаем пробежимся по салону вот вот такой вот у него шикарный салон сиденье с подлокотниками автомат автономка далее кармашки разные это управление печкой лентяем ну в общем здесь был когда-то подогрев сидений уже не рабочие здесь у нас это по стеклоподъемникам по зеркалам центральный замок здесь у нас аварийка туманки корректор вот это у нас тормоз горный это у нас круиз и вот здесь вот есть еще тормоз моторный в общем все работает вот так вот правда без холодильника с люком с кармашками тоже видите побольше кабина повыше чем у меня видите и сидишь повыше вот я обозрел вам этот мант тга высказал свое мнение на этот счет по поводу этого автомобиля так что ребят кому понравилось ставьте лайк кому не понравилось ставьте дизлайк всем спасибо всем удачи и пока